Коллеги, рядом со мной Евгений Лимаренко, это спикер, модератор нашей деловой сегодняшней сессии. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте о теме нашей сессии. Ой, я сегодня дважды поучаствовал в всей этой истории. Я был модератором секции, во второй части секции Fashion Day и выступил в том числе со своим докладом. Давайте подробнее тогда. О чем был доклад? Доклад, на самом деле, для бизнеса довольно скучный. Я рассказывал именно о том, как работать бизнесу, какой ландшафт IT-систем существует в Fashion Retailer. И старался максимально простыми словами рассказать коллегам из бизнеса, какой набор программ, даже бизнес-приложений необходимы компании и для чего. Абсолютно скучные, такие максимально мастхевные приложения, которые сделают бизнес максимально эффективным. Ну, пришлось немножечко разбавить всякими шутками и прибаутками, как раз про то, что и про мобильные приложения, и про какие-нибудь EMS-системы. Ну, такое. Ну, постарались максимально приблизиться к реальности. Все то, что дает пользу и хоть какой-то эффект для бизнеса. Ну, мы же не просто хлеб зарабатываем. Скажите, вы говорили о тех решениях, которые уже давно являются мастхевом, и все про них знают. Просто вы углубились в эту тему или все-таки для кого-то из участников рынка, в принципе, ваш доклад был новостью, и они не использовали тех решений, которые вы предлагали? Ну, в первую очередь я говорил именно о классах систем, потому что задача была показать, какие классы и виды систем существуют. Мы не говорили про названия, мы не говорили про стек технологий, мы говорили про то, какие виды, ну, например, там, CRM, WMS, ERP, что нужно и для чего. Для какой-то категории участников это понятно и известно, ну, те же для айтишников, для специалистов в бизнес-приложениях. Очевидно, что для ребят, кто занимается реальным бизнесом, операционный менеджмент, та же самая бухгалтерия либо финансы, не все эти системы очевидны и понятны. Поэтому моя миссия в рамках этого доклада была объяснить, какие виды систем существуют и для чего, и показать это все на одном ландшафте, как это между собой увязано, и как наиболее эффективно этим всем управлять в дальнейшем, чтобы, ну, опять же, чтобы бизнес работал эффективно. Скажите, пожалуйста, о трендах последних месяцев. Какие-то, может, есть, наметились очень яркие, может быть, какие-то ушли в тень? Ну, естественно, к сожалению, боль текущая всех ритейлеров и всего бизнеса на территории России. Сейчас это является импортозамещением. Мы отрабатываем сценарий выхода крупнейших франчей, крупнейших вендоров любого софта, чтобы мы понимали, что нужно делать, как нужно делать при отключении того или иного сервиса. Тем не менее, мы также продолжаем говорить о том, что нам нужно двигаться в цифру, нам нужно собирать правильные данные, нам нужно с ними правильно работать для того, чтобы правильно понимать, кто наши клиенты, работать с нашими товарами, считать наши логистические цепочки, чтобы они были максимально эффективны. И в том числе важно сейчас, особенно сейчас, информационная безопасность, потому что этот пласт, особенно для средних компаний, он абсолютно не покрыт, потому что это дорого, и мы должны правильно понять, что мы с этим всем делаем и куда двигаться. Поэтому я бы выделил вот три. Это импортозамещение, мы понимаем то, с чем, как мы работаем. Это информационная безопасность, потому что внутри и внешний контур существует, надо с этим уметь работать. И третье, все-таки диджитал, как мы работаем с данными, как мы им управляем, куда ведем, какие продукты на основании данных получаем. Да, очень важно. Все ушли в цифру, все собрали данные своих пользователей, но теперь стоит подумать, как их защитить, потому что все помнят смс-ки от Яндекса, конечно, которые недавно все получили, с извинениями и так далее. Все-таки теперь нужно уже смотреть в эту сторону. Совершенно верно, да. И не забывайте о любимых, именно про покупателей, потому что мы должны фокусироваться именно на них. Потому что все то, что мы делаем в ритейле, мы делаем для своих покупателей, то же самое для себя, потому что здесь масса друзей, масса знакомых из разных компаний. Я так понимаю, что с одной стороны я для вас поставщик, с другой стороны вы для меня поставщик, где я у вас работаю. Ну вот, как-то так. Давайте думать друг о друге, и все будут в максимальном плюсе. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.